Вечером 19 декабря Это была провокация, которую устроили, скорее всего, сионистские силы, и направлена эта провокация против членов НОД, национально-освободительного движения. Отмечу, в России действуют две организации НОД. Одну возглавляет депутат Государственной Думы Евгений Федоров, и эта организация не является легитимной, поскольку не соответствует международным нормам. Ее организовали, по всей видимости, ближневосточные силы для отзеркаливания настоящего НОДа. Настоящий НОД – это вторая организация данного направления. Она зарегистрирована в ООН в полном соответствии с международными нормами. У меня эти документы есть. Одним руководителем ее является Александр Парамонов. До последнего времени вся информационная слава приходилась только на НОД Федорова. Многочисленные рассылки в интернете и сюжет в других СМИ освещали деятельность только этой организации. А она никакой особой деятельности и не вела. То есть дезавуировала своим существованием деятельность другого НОДа – НОДа Парамонова. В прошлом году руководители обоих НОДов встретились в Москве, чтобы размежеваться. При этом незаконная позиция НОДа Федорова могла в скором времени проясниться. Но около месяца тому назад в сионистских СМИ началась травля НОДа Парамонова. За него взялись киты российских либеральных журналистских армий. Их так называемые репортажи высмеивали некий антураж НОДа, но ни одно из официальных СМИ не упомянуло о регистрации этого НОДа в Организации Объединенных Наций. Я не хочу разбираться в тонкостях юридических обстоятельствах. Дело в том, что уже украинские сионистские СМИ приступили к жесткой пропаганде. Новохазарское издание «Диалог ЮА» вскрыло, в кавычках, принадлежность человека, который стрелял на Лубянке якобы к ультроправому националистическому движению. Так новохазары называют НОД. При этом новохазары утверждают, что НОДовцы преступно поддерживают Путина и даже якобы считают его мессией, призванным спасти Россию. Не знаю, с какого рожна поддержка действующего президента страны стала считаться ультраправой практикой. В качестве доказательств принадлежности стрелка к НОДу, новохазары приводят тот факт, что у него дома нашли символику НОДа. При обыске обнаружили оранжево-черный флаг НОД и его значки. А вот теперь начинается самое интересное и самое страшное. Получается, стрелок спровоцировал наезд на НОД, лозунг которого «Родина свобода Путин». Но сионисты в своих СМИ выдают за ультраправую организацию не тот НОД. Они заявляют, что стрелок принадлежал к НОДу Федорова. Сами НОДовцы Федорова утверждают, что среди их 187 тысяч членов движения человека по имени Евгений Манюров, так зовут стрелка, никогда не было. Но дело в том, что сегодня началась охота спецорганов за НОДовцами не Федорова, а Парамонова. Таким образом, смысл всей провокации в следующем. Человек с еврейской фамилией Манюров устроил стрельбу у здания ФСБ в Москве. Его сообщники из сионистского состава ФСБ добились появления человеческих жертв. Эта провокация одним своим концом ударила по президенту России Владимиру Путину, мол, он пригрел ультраправых, а вторым и главным своим концом эта провокация спустила с цепи карательные органы, которые, не разобравшись в вопросе, теперь уничтожат не Федоровскую, сионистскую и незаконную по меркам ООН организацию НОД, а Парамоновскую, законную, зарегистрированную в ООН и не занимающуюся никакими ультраправыми пострелушками. Очевидным спусковым механизмом для этой провокации стало заявление Парамонова о том, что в его распоряжении находятся колоссальные денежные ресурсы, во много раз превышающие совокупный доход России. Сионисты просто испугались, что эти ресурсы, зарегистрированная в ООН организация НОД, может направить на оздоровление ситуации в России. В тех репортажах, которые вели о Парамоновском НОДе сионистские СМИ, все время подчеркивалось то, что золото досталось не тому игроку. 10 самых богатых российских компаний накопили 7,5 триллионов рублей. Денежные запасы пересчитала РБК. Лидер рейтинга — Сбербанк, у которого 2 триллиона 300 миллиардов рублей. Далее еще два банка — Газпромбанк и ВТБ. Если же не учитывать кредитные организации, то самые богатые среди компаний — нефтяники, Газпром и Роснефть. Обращают на себя внимание в рейтинге «Почта России», у которой денежных запасов на 203 миллиарда рублей, и московский метрополитен, у него 126 миллиардов. Но главной звездой этого рейтинга могла бы стать компания из города Энгельс под названием «Казна Творца Ра». Сама она утверждает, что у нее на счетах 864 миллиарда рублей, то есть больше, чем у «Газпрома». На вопрос, откуда столько, ее директор Александр Парамонов отвечает, что, например, на межгосударственном уровне от ордена госпитальеров компания получила более 10 тысяч тонн банковского золота. Ну, далее к любопытным новостям от РБК, авторы которого сегодня опубликовали традиционный рейтинг богатейших российских компаний на основе информации, предоставленной самими компаниями Росстату и Федеральной налоговой службе. С ремаркой о том, что одну из таковых в свою перечень решили не включать. Речь о зарегистрированном в Энгельсе фонде социально-экономического развития регионов с альтернативным названием «Казна Творца Ра», у которого, согласно бумагам, поданным в ту же ФНС, накопилась на счетах более чем впечатляющая сумма. Без малого 870 миллиардов рублей. Ну, хватило бы для уверенного четвертого места сразу после крупных отечественных банков. Вот только журналисты не верят, ну, точнее, сомневаются, поскольку выглядит странным наличие таких денег у фонда, далее вот, цитата, сотворенного для действий, несущих развитие, умножение и процветание русского народа и светлой Великой Руси. Самое главное, что объявили на конец 2015 года, только вот сейчас, в 2019, объявили, что у фонда Ра существует очень крупный баланс, который уже существует вот несколько лет, да, и он только укрупняется, этот баланс. И, исходя из этого, были приведены РБК определенные данные, нагло нарисована непосредственно картинка какая-то. На четвертом месте мог бы находиться фонд, если бы, я бы хотел скорректировать некоторую некорректную информацию. У нас, как всегда, вести вышли очень быстро. Смотришь, здесь неточность, там неточность, тут неточность. В целом, картина, как говорится, маслом испорчена. Я хотел бы, как руководитель фонда «Казнарак», как консультант экспертного совета Организации Объединенных Наций, как штатный сотрудник Ленинград, также я являюсь казначеем единственного в мире международного казначейства. Есть такое международное казначейство гражданского общества «Светлая и Великая Русь». Единственное казначейство в мире, которое глобально аккредитовано в Организации Объединенных Наций. И самое большое в мире казначейство по балансу и по банковским балансовому золоту, по активам. Открыли счета, наполнили фонд деньгами тогда, в то время. В 2015 году случилось весной. И уже с 2015 года у нас пошел баланс вот этот 700 миллиардов, 800 миллиардов. В зависимости от курса евро у нас менялся и курсовый баланс. Средства находятся в серьезном, известном, суверенном банке. Это все официально. Этот банк официально зарегистрирован в Российской Федерации. Он имеет ННН, КПП в Российской Федерации с разрешением Центрального банка. Это счет 2012 года с разрешением Федеральной службы безопасности, специального управления. Фонд, единственный в России фонд, глобально аккредитован в Организации Объединенных Наций. В 30 комитетах, в том числе и комитетов почти всех Генеральной Ассамблеи ООН. Это во всех их секретариатах. И также зарегистрировано на Кредитовом Генеральном Секретариате в Нью-Йорке. Этому фонду государство и Орден госпитальеров. Я хочу к 24 каналу напомнить, что существует система финансовых орденов. И существуют миссии этих орденов в мире. Есть два ордена, которые имеют государственный статус. Имеют статус государства. Это Мальта и госпитальера. Все остальные не имеют государственного статуса. Но это те же самые ордена. Они все собраны в составе Ватикана и в Совете Ватикана. И вот Орден госпитальеров – это самый крупный орден по финансам, который непосредственно несет в мире миссию. Это гуманитарий и социум. Его развитие гуманитарий и социум. И Орден госпитальеров счел фонд и его деятельность очень достойным. И передал фонду не 10 тысяч тонн банковского золота, а 11,5 тысяч тонн банковского золота и платья. И это золото не хранится, как там некоторые эксперты, трудноговорящие по русскому, на русской речи пытались объяснить. Они хранятся на счетах, на золотых каваторных счетах, в топ-15 банков мира. И это является банковским балансовым золотом. Согласно рекомендациям Базали-3 и Базали-4, это мировая валюта. Ни доллар, ни евро, тем более не российский рубль. А золото банковское является сейчас мировой валютой номер один. И любой финансовый институт, имея в себе банковское золото, через простую систему мультиаккаунт, может, согласно новому закону международному, номинировать любую валюту мира. Не спрашивая на это, эмиссионный центр. Он номинирует в этой валюте, ведет расчет в этой валюте. Но в любом случае, то, что имеет этот институт, это и есть банковское золото. Вот РБК, когда дает информацию непосредственно по балансу, у нас есть официальный сайт. На официальном сайте есть раздел документов. В разделе документов есть балансовая финансовая отчетность. Балансовая финансовая отчетность висит. Мы обязаны опубликовать каждый год баланс фонда «Казнарад». И там висит баланс 2018 года. Баланс 2018 года фонда «Казнарад» рарит не 800 миллиардов рублей, как нас озвучили, а немножечко больше. Немножечко – это около 30 триллионов рублей. Потому что если вы даже озвученные 10 тысяч тонн банковского золота возьмете в каркулятор и умножите цену за грамм золота, вы поймете, что что-то с цифрами не сходится. Вот, кстати, банки. Вы можете посмотреть, ознакомиться, прочитать. Где находится золото фонда «Казнарад» в Ацарад? Это банки Швейцарии. Ну, ЕГЭС, наверное, слышит. Банк Швейцарской корпорации. Государственная банка их никакого государства, там тоже корпорация. СБС, да, вот смотрите дальше. Это у нас в Швейцарии было два банка, Нидерланды, Национальный банк, Нидерланды. Германия, два Дойче банка. Вот там у нас размещено золото. Это счета, вы понимали, это не сейфы, это счета. Сейфы вообще держатся в секрете. Чтобы вы понимали, согласно международных соглашений, золото системное практически никуда не перемещается. И вот оно запрещено, кроме товарного золота, оно запрещено перемещению. Оно учтено в спецхранах, оно полностью охраняется. И это есть основа системы работы только коллаторные счета, которые учтены через мировой банк, по цепочке разделены во всю банковскую систему. И являются основой топ-25 банков мира. То есть основой финансово-банковской системы. То есть основой финансово-банковской системы. То есть основой финансово-банковской системы.